Вот эти вот обитатели путинского зазеркалья здесь у нас в России, чьих родителей, дедушек и отцов, кстати говоря, эти американцы пару раз спасали просто от голодной смерти, они все уже бегут с пригоршнем земли, потому что им ужасно хочется похоронить Соединенные Штаты Америки и сфоткаться на могиле, из которой торчит ломаная рука статуи Свободы. Причем еще нужно подмышкой иметь украденный из здания Конгресса ноутбук. Почему это происходит здесь, в России, понятно, вот с этими людьми. Мне все понятно, потому что у нас есть вот как бы фей-парад, да, и вот главный фей российской пропаганды Владимир Соловьев так долго бил по их тыквам своей бракованной волшебной палочкой, что эта палочка, наконец, заработала, и Америка стала главным врагом. С россиянами все понятно, и понятно, почему их распирает от этого желания. Но меня поражает, с каким диким азартом Америку хоронят русские мигрантские круги, которые укатили туда еще вот при Совке. Там осели, выучили 8, 10, некоторые даже 20 слов на американском языке, обосновались, научились выдувать пузыри и сживать на резинке. Это глубоко несчастные люди, которых надо оттуда вывозить и спасать, организовывать их доставку на родину, потому что они там русскоязычные, мучаются. Это сумасшедшие патриоты. Они ведь даже могут из окон не вешать российские флаги. Они заменяют российские флаги набором зимней и летней резины на балконе, ведра с квашеной капустой в окнах, адский срач Брайтона, если вы там бывали, вы это видите, ощущение, что они где-то покупают мусор. А более того, там, кстати говоря, долгое время был аттракцион, когда можно было зайти и понюхать родную парадную. Там с помощью специальных ароматизаторов была воссоздана атмосфера Московской, Питерской, Саратовской, Самарской, Омской парадной. И туда заходили, нюхали и вот прямо были убеждены, что они почти побывали на родине. Искупая такая слеза катилась по щеке. Вероятно, вероятно. И вот зачем эти люди в Америке, мне совершенно непонятно, зачем они уезжали, что им надо в стране у Айета Эрпа, скальпов и кадиллаков, зачем они там. И причем я тебе скажу, вот на личном опыте, то, что я там наблюдал, у меня была возможность изучить, там примерно соотношение один вменяемый к десяти патриотам. И вот десять тоскуют по запаху описанных парадных, и один только об этом забывает. И что они делают в Америке? Молчит, Русь не дает ответа, да, как всегда. Вы знаете, у меня пока футурологию принимать всерьез не получается. И я очень надеюсь, что мне в этом может помочь старческий маразм. Недолго осталось, давайте подождем. Ну не, мне кажется, что это не скоро все-таки будет, вы не спешите. Но, тем не менее, других надежд у меня нет. Что будет в Америке? Вы знаете, возможно, там, да, сейчас прошла информация, что ожидаются вооруженные столкновения по всем штатам, что все будет не так просто. На самом деле, да, мы в очередной раз получим доказательства, свидетельства уникальной прочности. При том, что я не любитель Америки, как вы знаете, да. У меня личные счеты с ней. Как-никак все-таки папу застрелили. Да-да, он был торговцем наркотиками в Оклахоме. То есть у меня вот такого нежного особого отношения нет. Но я могу сказать, что все то, что произойдет в Америке, даже если произойдет, это, в общем, такая политическая физкультура. Это ничем не повредит и никак не повлияет на Америку. Да, вот, например, мы видим, что во время штурма Конгресса несколько человек погибли. Но это, в общем, священное право красиво погибнуть за свои убеждения, за своего кумира. Они реализовали это американское право. Вот попробуйте так погибнуть в России. Фиг. У вас ничего не получится. Вас сперва скрутят, будут долго мучать идиотскими вопросами, потом затаскают по психиатрам, измотают, удушат и в конце концов предложат сортир в психушке, где вы сможете реализовать свое право, отстоять свое убеждение самым маргинальным образом. Хотя, вот, видишь, там из Америки приходят всякие симпатичные новости о том, как американские подданные своих родных личных родителей, обнаруженных и уличенных в поддержке Трампа, сдают просто полиции. То есть приятно, что не только в России это принято, и приятно, что, в общем, американцы такие же сволочи. А потом просят денег всем миром собрать на колледж, потому что родителей задержали и платить больше некому. Да. Ты знаешь, это меня напоминает одного любопытного персонажа, который убил маму и папу, а в суде требовал к себе снисхождения, как к сироте. Но вообще у американцев не было того адского урока, который вот русским дал товарищ Сталин. Он был хорошим преподавателем. И я до сих пор, может быть, по причине наивности, я до сих пор не верю, вот не верю, рвите меня на куски, что этот урок совсем не был усвоен. Что сейчас происходит не какой-то непонятный для нас страшный стёб над самими собой и желание дойти до предела, до края. Вот испить эту чашу жуткую до дна этого страшного путинского сна. Потому что ведь для того, чтобы распяться обычному человеку, там надо три гвоздя. А русский вколотит в себя 30 гвоздей и дойдёт в этом, конечно, до конца. Я поражаюсь этому народу. Что касается Трампа, то... Ну вот я его понимаю, конечно, если уходить, и уходить так грязно, то уходить надо, надо устроив бешеный, сумасшедший дебош. Мне не очень понятны все эти вопли наших и патриотов, и либералов, которые вдруг все застрадали по поводу того, что бедного Трампа лишили слова, лишили Твиттера, лишили Фейсбука. Ну вот подождите, а если бы в Фейсбуке был бы Чикатило, например? Который бы долго... А вот, например, да? Или Бен Ладен решил бы вернуться с того света и открыть свою страничку. Главное геометки не ставить. Да. Трамп представляет не меньшую опасность, просто потому, что он способен, и для него не остаётся ничего другого, сгоношить, спровоцировать. Ему терять нечего абсолютно. Это очень... Это я вам говорю тоже, как дряхлый старец. Вот есть определённый момент, когда ты понимаешь, что вот лучше уйти в сверканье молний, прочертив пусть и зазубренный, и уродливый след на скрижалях американской истории, как, вероятно, задумал Трамп, но всё-таки след глубокий. Ему особо нечего терять. И он это показывает, и он демонстрирует абсолютную готовность, как древний вождь скифский окружить себя в своём последнем убежище, в своём последнем захоронении телами тех, кто решит уйти с ним вместе.